Академический квартирник или камерная филармония. Именно так обозначают зрители формат этого концерта. Артисты выступают на расстоянии вытянутой руки. Можно поймать на себе взгляд музыканта или даже подсмотреть в ноты. Услышать композиции 15 века и детально увидеть, как исполняют их профессиональные музыканты, как звучат струны, когда пальцы скользят по грифу гитары или по шейке скрипки. Эти мелочи обычно не доходят до зрителей в огромных концертных залах. Но на этой сцене волнения скрыть не удастся, ведь мы буквально слышим, как музыканты дышат. На самом деле большая сцена, рампа, она препятствует отчасти восприятию в том числе и современной музыки. Равно как и старинной. Если мы вспомним историю музыки, в эпоху Возрождения музыканты участвовали в придворных церемониях, участвовали в балах и так далее, принимали живейшее участие в такой бытовой придворной жизни. И, разумеется, они не были отделены рампой от публики. Демократизация искусства постепенно приходит в Нижний Новгород. Открывается все больше камерных площадок, а артисты не боятся строить такие интимные диалоги со зрителями, не боятся быть настолько замеченными. Вот и формат камерной филармонии. Интересная находка в поисках новых решений концертных наступлений. Любовь Рубальченко, Ренат Бигбаев. Объективно. ННТВ.